пошли завтракать доброе утро все заставлено пол шестого утра у нас крутинка число не помню я уже потерялся в числах 14 или 15 14 наверно до вчера 13 было сегодня 14 пойдем яичницу закажем ё-моё осёл я это забыл скидочный купон вот блин хорошо недалеко ушел называется из-за дурной головы ногам работа вот и магазин есть тут все есть комплекс конечно на 5 баллов не отдают карту вот раз не отдаю значит мы ему предлагать не будем пошли завтракать тогда ждем заказ хороший комплекс 5 баллов есть все можно было и в парикмахер спускались ну вы она там с 9 утра до 9 я ждать не буду поедем день в другом месте сходим как-то еще не сильно критично но уже на подходе ждем нашу яичницу чайок погодим дальше спрашивают вам два яйца я говорю гулять ты гулять давайте три вот наш завтрак приятного нам ух аппетита сает что это было светало видите у нас светает еще пока надо ехать со светом без пяти без пяти без пяти семь уехал и народ потихоньку разъезжаться уже начинает видите вот видите почему я тут не хотел становиться потому что вот потом извращение вот сдавай вписываюсь не вписывать вот задом человек выезжал сдашь конечно никуда не денешься там было поинтереснее взял по прямой поехал и так то да сервис тут на высшем уровне здесь даже белье сдаешь стирку тебе пакетики отдают поглаженное и оно порошком пахнет не то что например на транспарке два раза перестирывали и это в кущевке которые я имею ввиду и надо идти со своим порошком кстати да как вариант надо пару капсул купить таких потому что много где слышал что стирают то ли стирали то ли просто водички помочили вот китайские маны сколько их здесь стоит весь всяких разных ну ман только ситрак спереди написано надо как нибудь кого-нибудь выловить внутрь внутрь залез посмотреть сейчас посмотрим на противоположной стороне там вообще ночует кто-нибудь в семье когда сюда ехал заезжал этот меня спрашивал якобы стоять можно только если ты к ним приехал если не к ним приехал типа бек проснулась курица часовенка симпатичная ты чё с по расстояниям по расстояниям нам осталось ехать 4205 километров поехали мы 6790 там где рассвет никого там где рассвет никого там где рассвет никого вот тут рыбка вкусная всякая разная но так как я не фанат рыбы у меня самая лучшая рыба это мясо а вот это нет ну стоит тут из десяток даже ну да из десяток машин уже безысходности люди становятся хотя место что он сами видите вау тюмен пока идем на тюмен если считать по тюменскому то еще только 6 утра потому что тут совсем недалеко совсем чуть-чуть километров 60 мы заедем в тюменскую область но через саму тюмень мы не поедем мы поедем альтернативным маршрутом погнали сейчас мы тут перед обадским за крайне землево здесь есть газовая заправка у меня у газа в баллоне уже маловато не заправил он горит все еще он там есть не то что там в некоторых хранилищах еще хватает я знаю где можно заправить там в районе вязников сто процентов чисто ради эксперимента баллон то у меня польский и тут вот в сибири вот заправляют не заправляют ну вот мне сказали что здесь заправляют газовые баллоны именно польские где где это газового здесь да 2170 метан да сейчас мы сейчас заедем спросим ну так мало ли когда пригодится вот просто я ехал боялся что что мне может не хватить мне не метан надо мне пропан надо понятно что метан мне не нужен вот тут и пропановская есть сказали что здесь заправляют стопроцентной конечно уверенности у меня в этом нет затем на следующем вот мы и узнаем так для себя чтобы знать а вдруг где-нибудь там ну не дай бог подвиснешь там газ спалишь лучше знать где заправить что я хотел в кемерово там серёга заехал на свою заправку на одну из своих сказали что нет заправляли раньше но у них сейчас говорит нет этого специального переходника перепроложить вот сейчас пойдем здесь узнаем да да нет нет и у меня то я то не парюсь говорю по этому поводу я точно знаю что я в вязниках заправлю на семерке мне до туда хватит вот ради интереса ради информации твоим спросим все мы с газом инфа значит подтвердилась так что кому интересно аббатская если со стороны омска то перед спуском если со стороны тюмени то после спуска после подъема вот азс вообще без вопросов сто шестьдесят пять рублей газовое хранилище полное класс смотри смотри как уже чумазинки чумазинки кормилист чумазинки это что не знаю газ здесь декоративный тонн заправляться да да газ смотрите 2170 метан солярка 52 раз дешевле так как тут вы и стал он там не класс класс все отлично сейчас просто подхожу к машине ну г 165 рублей я отдал а не спрашивайте битком забивать и грунта не граиды 3 3 заправим ну беж там плехается еще немножко в этом газ то есть ну да давай потому что когда совсем битком его забьешь потом понять газа немного одно время недолго но он чуть-чуть 73 литра заправил я карточка 165 рублей заплатил все спасибо ребята до свидания буду знать машине подошел бы пошел машину обходить приходит я не помню нам сколько там 20 рублей там или сколько приносит заправщик мужичок сдача говорит пышка 3 заправили а в деньги взяли за четыре родной груз по курсе перестань представляете даже принес я охренел респект приятно и гране не надо мне ничего будем считать что я заправил 4 ну как расходе да пошел взять к поэтому если кому интересно вот имейте ввиду можно без проблем заправить польский баллон такая яма на следующем повороте вы права зачем нам направо и недоразвитая еще налево нельзя повернуть зачем мне направо ехать ну не проснулась просто перепроложить ну перепроложи пожалуйста маша одним словом а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 И, соответственно, сразу же расход понижается. Без комментариев. Вот это вот все и мракобесие. Она еще и платная стоянка называется. На выезде с завода Уковска. Встал, с тебя деньги вечером содрали. А что тут дальше? Тут стоянка. Ничего у тебя тут нет. Только грязь кругом и болото. Пойдем в прицеп заглянем. Давно я там уже не был. Мурзик. Мурзик уже чумазый. Чумазый, чумазый. Чумазый. Ладно, ждите чуть-чуть. Перчатки оденем. Как наши кулеса. Кулеса вроде хорошо. Сейчас посмотрим, как наши болванки себя очищают. Ну и... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо шуметь. Все как в лучших домах. Хочел сказать Парижа и Лондона, но не скажу. Просто как в лучших домах. Гуд. Все гуд. Можно ехать дальше. Тут тоже, смотрите, сколько этих волков. Вот как свернул сюда на Есенской. Поля, поля, поля. Там сразу немножко березки, такие, рощицы. А потом все. Поля, поля, поля. Бесконечные поля. Залена. Только это уже поднято. Интересно, они как-то... С одной стороны белым цветом, а с другой стороны селененьким. А, это, наверное, уже сеткой обтянута. Только до середины какой-то. Ага. Понял. Ну так. Логично предположить. А, что-то они красили там, что ли, с одной стороны. Болван. Болван. А справа так уже и волки поудрали. Сколько соломы. Ой, смотрите. Конца экрана не видно, да? Покой. Много-много. Сейчас вот 5 километров и Есенская кольцо. И мы уже через него поедем. Обалдеть. Сколько этой красоты здесь. Сейчас посмотрим, открыли ли мост. Чтобы по объездной в Каменск-Уральске пойти. Сюда, когда ехал, там ремонт был. Мы же через город ехали, вы помните. И якобы сегодня, 14-го числа, должны открыть. Были его запустить по нему движение. Но вот сейчас мы через полтора километра это и узнаем. Город мы уже смотрели. Можно, в общем-то, и по объездной езжать. И когда сюда ехал, полностью город отснял. Да, подбираемся уже потихоньку. Вот Каменск-Уральский, вот осталось его обойти. И там, в общем-то, уже практически и Катя на горизонте. Время без десяти четыре. Вот единственное, что по ходу мы попадаем в самый час пик в пятницу. Ну, вы поняли. Дальше продолжать, я думаю, не стоит. Что там будет делаться? В сторону Первого Уральска. Скорее всего, все будет стоять глухо. Но никаких знаков нет. Значит, открыли. Ну да. Через 80 метров держитесь. Да, да. Все открыли. Вот этот мост был закрыт. И так вот через город ехали. Там право-лево. Ну, в принципе, ничего сложного. Но по времени, конечно, там теряешь. Через реку Исеть. Или Исеть. Неважно. Ну, гуд. Пойдем. Значит, по объездной. Ой-ой-ой. Какая колея тут собралась на переезде. Шестой час. Пятница. Видите, весь Екатеринбург едет. Хорошие денечки ловить. Я вам скажу, сегодня денек просто отменный. 16. 16. Сейчас было. А днем даже до 17 доходило тепла. Правда, немножко ветрено. Но это побочный эффект. И видите, все ребята скорее там гортушку докапывать, то не докопал там шашлычка пожарить. И вот я что-то так это подразумеваю, что что-то подобное нас ждет в ту сторону, когда мы будем уходить в сторону Первоуральска. Да? Век воли не видать. Здесь переезд, конечно, придержал. Но поток машин идет хороший. Ой, кто-то нам звонит. Включил свет ближний. И мне что-то Ман написал, что это. У меня фара, лампочка перегорела. Правая. Пойдем посмотрим. Все горит. Эй! Что за шутки? Что за прикол? Я не знаю, честное слово, я Коли не видать. Манчик. Я просто понятия не имею, как эту лампочку тут менять. Я никогда у Манни не менял. Ну, наверное, здесь вот откручиваем. Еще у Манни я лампочек не менял. В Скане менял, а на С у меня лэдовские были. Мне там вообще этой проблемы не было. Ладно. Все, уже выскочил сюда, на эту трассу эту, Тюмени-Катеринбург. Сейчас полетим дальше. О! Жулик! Да не бойся ты! Да ну тебе скажи! Сейчас, братцы, поедем с вами по южному лекаду. Его же закольцевали уже полностью лекад. Там говорят, четыре полосы, шесть полос, восемь полос в одну сторону. Ну, это... И по километражу, как люди мне сказали, что практически то же самое, что через город. Ну, может быть, там чуть-чуть подальше. Ну, вы сами понимаете, сейчас, в данный момент, время 15 минут седьмого, в пятницу, лезть в Екатеринбург, это надо быть полным идиотом, имея кольцевую. Я вот сейчас голову поворачиваю налево, она там тоже стоит. Ну, там это... Тут немножко. Тут пока вот узенько, а тут дальше сразу там уже пойдет широко. Вот тут чуть-чуть надо будет потолкаться. Но лезть сейчас в город, это... Устрадни самоубийство. Вот тут сразу сейчас упираемся. Но здесь буквально вот... Если верить Яндексу, совсем недалеко. Вот тут буквально пять минут здесь сливаются полосы. Все в одну стройку. Видите, с левой стороны еще идет. Плюс тут еще светофор, он красный свет забирается периодически. Вот. Так, что тут вот немножко... Вот из-за этого чуть-чуть потолкать. Ну, думаю, дальше поедем, не знаю. Яндекс рисует дальше все уже. Все зеленое-зеленое. И там только вот в районе Первоуральской немножко красноватого. Там то же самое, сужение. Ну, в городе сейчас в это время ловить нечего. Запустим коллегу. Едь. Заезжай. Да, пожалуйста. А мелкие лезут, лезут, да? Такие зига. А дело, что счастливой дороги. Да, раз мы забачим, что там есть за екат. Все так его расхвалили. Если как ночью, там, вечером, там, не в час пик, то можно и через город без проблем. Город проходишь... Ну, а сейчас... Однозначно только екат. Новый, широкий. Это все... Так сказали, я еще самого не видел. Сейчас с вами его посмотрим. Это что? Вот все пошло. Широко. Похоже на то. Или нет еще? Я что-то не пойму. С той стороны, да? С той стороны проблема. С той стороны сужение получается. Было широко, стало узко. У нас было узко, стало широко. Наверное, что... Вот уже эти... Уже и по левому ряду отходят. Все за по всему, да? Мое холею тогда... Повеселее. Калибер как-то вот... Не торопится. Ой, на той стороне беда. Ой, беда! Ой, беда, бедовна! Ну, у нас была... Ну, вот как бы через город это нужно было вот сейчас вот здесь уходить. Вправо в город. Через 80 метров за 60 метров. Моих саду прямо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все прекрасно по Якаду здесь Кроме того, что тот кто-то языком наляскал, накаркал, вот пожалуйста, дочь пошел. Кто-то ехал сюда роботу, погоду нахваливал, как хорошо в стране советской жить, как сегодня было солнечно. Вот нахваливал, вот нахваливал, вот нахваливал, пошел, тощу. Все, мы обошли, сейчас сваливаем сюда, в сторону Перми, время 7. Время 7. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Где-то, где-то ж надо, правильно? Я тоже так думаю, что надо. А пока поехали до точки, до места стрелки 35 километров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, амутовка. Амутовка. Жень, принимаешь? Да, Николаевич, принимаю. Ты что, с горки спускаешься? Нет, уже поднимаюсь на горку. Вот мимо тебя проезжаем. Серьезно такое? Да. Мы тут прямо сейчас, сейчас же и съезжаем. Какой-то кафешки. Кафешки. Через километр. Все, вышел за тобой. Подождите, вы на полу через 80 метров. Все, сейчас съезжаем же, да? Ну да, что я спрошу. У меня, по-моему, тут город и кафе нет. Не знаю. Да, да, вот где-то здесь она стояночка. Поглядывай. Тут камера висит. Не, в этой я не был. Так, надо как-то так встать, чтобы... Потому что я-то ночевать не буду. Я-то поеду. Наверное, здесь вот затолкают. Сюда задом. Выполните разворот там, где это разрешено. Затем на следующем повороте поверните направо. Туда затолкаю, потом выйдут. Еще что за места есть потом. Все, тогда я тут краешку всталом. Затолкаю туда, что тут посреди дороги стоять. Раз уж стали, то пойдем, может что, перекусим. Раз пошла такая пьянка, говорит, режь последний огурец. Хорош. Все, подпер меня, чтоб не выехал. Как оно, настоящий дальнобой у тебя. Здорово, здорово. Сейчас я обуюсь, выйду на улицу. А то... Ты, может, покушаешь сначала, пока теплое? Что в смысле покушаешь? Я ж тебе тарелочку привез еды тепленькой. Дай я выйду на улицу сначала. Поздороваюсь с хорошим человеком. Нет слов, одни мысли. Ну что, знаете, пока посидели с Женькой, пока покушали. Пока кофе попили. Что-то я выехал. 20 километров проехал и все. Не хочу я больше никуда ехать сегодня. В 9 вечера. Интернет 4G. Здесь стоянка с левой стороны, но тут налево не повернешь. Разделительную полосу. Короче, налево поворота нет. С разделительным поставили. Вот стоянка, она большая. Здесь надо это... Жень подсказал, говорит, сейчас направо поворачиваешь. Ну, то есть можно туда попасть. Надо просто немножко вокруг объехать. Честно, ну, нет у меня больше желания сегодня никуда ехать. Или промажите. Сейчас Машка ругаться начнет. Немножко, говорит, сейчас вот упремся. Т-образный налево. И мы, говорит, на заправку попадаем. Ой, и мы прямо на стоянку и попадем. Вот. Движение даже грузовых здесь запрещено получается. Видите как. Вот тут на этом участке тоже со стоянками так себе. Плюс, если даже они есть, то на них с интернетом тоже еще найти надо. А здесь есть все. Я еще плюс покушавший. Ну, все. Не хочу дальше ехать. Не поеду. Говорит, правда здесь немножко, говорит, хреновенькой дороги. Ну, если потихонечку, то можно проехать. А назад этим же маршрутом выедем. На следующем повороте поверните налево. Затем на следующем повороте поверните налево. Ну, пять минут. Пару километров получается наеду. Может чуть меньше. Километра полтора. Встанем и будем спать. Хватит на сегодня работать. Дорожный бой. Это что? За парковку у нас дарим кофе, чай черный, кофе три в одном. Ага. Пойдем утром кофе попьем на халяву. За парковку у них. Все, друзья. Да. Заканчиваем на сегодня наше повествование, что ничего я не буду делать. Я остановлюсь и сразу спать. Всем спасибо и до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok